Николай Иванович, рад вас видеть. Добрый вечер. Ну, назвали мы так, ждать ли иранские войска в Украине, так сказать. Провокативно мы это позволили себе назвать, но, в общем, ход обсуждения, может, не всегда мы с вами беседуем, ну, был такой, по поводу проблем смежных с энергетическими, а они, мне кажется, безусловно, на основную тему вашей экспертизы всегда влияют. Ну, и особенно тем, что вы высоковед, и, в общем, вам этот регион не чужой, а для нас представляет интерес. В каком контексте? Ну, вот заключила Москва с Пхеньяном соглашение о военной помощи, о военном сотрудничестве, и вот мы уже видим его практическую реализацию. Говорят, говорят западную прессу, что до 8 тысяч уже якобы направлено в зону боевых действий, ну, вроде как в Курской области, хотя, опять же, данные неточные, но точно, что северокорейские военнослужащие примут участие в войне. И мало того, вот буквально накануне, я эту информацию, Михаил Иванович, пересылал, Лавров заявил буквально вот, что называется, вчера о том, что, значит, я процитирую его слова о том, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном готовится к подписанию, Михаил Иванович, в ближайшее время заявил министр иностранного дела России Сергей Лавров на пленарном заседании Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности. По его словам, в договоре будет закреплено стремление сторон к более тесной кооперации в области обороны, их взаимодействия в интересах мира, безопасности регионального глава ООН. Ну, это понятно насчет мира, а вот сама по себе это ситуация, при которой мы увидим у второго военного союзника Москвы такое же соглашение, аналогичному северокорейскому, ну и как бы на поверхности лежащий вывод, действительно ли вот как и Пхеньян, какой-нибудь КСИР может направить в случае заключения такого соглашения свои соединения военнослужащих в зону боевых действий в Украину или там, я не знаю, в Курскую область. Такое можно ожидать? В чем разница между Пхеньяном и Тегераном в этом смысле? Значит ли это, что Москва, а Москва, понятно, заинтересована в живой силе, и какая разница расходовать северокорейцев или расходовать иранцев? То есть в данном случае не в этом вопрос, а вот что, во-первых, Москва может заплатить за это, например, предложить, а мы вам ядерное оружие поможем создать. Вот за такое могут направить военнослужащих, которые без того взаимодействуют в Сирии с российскими войсками, отправить, помогать дружественной Москве воевать на ее стороне в так называемой специальной военной операции. Вот это самая общая постановка вопроса. Ну и, собственно говоря, конкретно, что вы думаете по поводу соглашения и по поводу возможности появления иранских войск в Украине? Я в конкретные соглашения не очень-то и верю. Я вижу, как его готовили, готовили с огромным трудом и продолжают готовить, и, по-моему, там проблемы остаются. То есть хотели его подписать в Казани, когда там был такой большой сабантуй в Казани, и приехал иранский президент. Но было заранее объявлено, что не удалось пока сформулировать все, что хотели сформулировать. И поэтому подпишем, когда в следующий раз приедет иранский президент в Москву. Никакой даты нет, никакого прогресса в подготовке этого документа нет. И я думаю, это не случайно. Потому что, судя по всему, документ, если верить Лаврову и его словам, он должен быть очень обтекаемым и общего такого характера. Ребята, мы расписываемся в нашей вечной дружбе, в координации усилий и много-много-много красивых слов о конкретике нормальной дорожной карты, кто за что будет отвечать, во что выльется это сотрудничество. Ну, действительно, не будет ли там написано, что в случае нападения на одну из сторон другая сторона будет оказывать посильную военную помощь своему партнеру. Вот этого там я, боюсь, не боюсь, а этого там, скорее всего, я не увижу. Второе. В Иране сейчас настроение, в том числе в руководстве иранском, не только в массах иранских, очень скептическое по отношению к России. И скептическое не потому, что России нельзя верить, потому что это не договороспособная сторона. Уж сколько договоров, контрактов, соглашений, и бог знает чего, порвали в Москве, включая все международное право, собственную конституцию, уголовные кодексы и так далее. Это не правовое государство, где, в общем-то, верить ему нельзя. То есть подпись его под этим документом, она ничего не стоит. Это первое. Второе. Почему есть такое недовольство России, и оно крепче. Вот я все время сейчас слушаю, смотрю клипы и слушаю, слушаю, слушаю вот иранских деятелей и руководителей иранских. Ирана. И оппозиции. Ирана, ирана, ирана. И плюс еще оппозицию. То есть дошло до того, что я утром просыпаюсь и ловлю себя на том, что у меня еще звучат, я во сне разговаривал по-персидски, и у меня концы фраз еще до сих пор в голове звучат. То есть я уже немножко подвинулся до почвы современного фарси. Недовольство тем, что Москва, судя по всему, подвела Тегеран с точки зрения противовоздушной обороны. Именно Москва подвела, вот эти С-30, которые уничтожены в израильтяне. Да, да, да. То есть Москва подвела. Во-первых, упреки такие, что очень много денег взяли, а пользы никакой. То есть вот они совершенно ничего не смогли сделать для того, чтобы отразить израильское нападение. Вот тут зафиксировано. То есть F-35, израильцы, которые наносили удар ракетами воздух-земля. То есть я правильно понимаю, что они жалуются на то, что российские ПВО не смогли защитить, вот эти С-300, не смогли защитить наземные военные объекты от попадания. Этих средств. Но вообще ПВО не работало. Вот все вот эти С-300, затем аналоги. Якобы у Ирана есть аналоги С-400, которые они сами сделали на коленке где-то. И вот они тоже не включились и не стали работать. Сейчас идут жуткие оправдания у комментаторов иранских. Вот один из комментаторов мне ужасно понравился. Там вообще много такой фантастической чепухи идет в эфир. Один сказал так. Вы все неправильно понимаете. Вот не было никаких трех волн израильского нападения на Иран. Была первая волна. И все эти самолеты не долетели до иранской границы. Они внезапно обнаружили, что там такая мощная стоит система противовоздушной обороны и противосамолетной обороны, что с ней справиться невозможно. Неожиданно, негаданно, непредсказуемо и так далее. Все улетели обратно. Не было ни второй, ни третьей волны. Вот такие вот даже теории. А объект разбомбленный, я так понимаю. А кто его знает? Никто об этом в Иране внутри, руководители, не говорят. Картинки не показывают. Мало того, сейчас идут вот такие разговоры. Первый. Значит, у Ирана есть, оказывается, 17 абсолютно новых и непредсказуемых систем ПВО, которые полностью защитили воздушное пространство страны. Что за 17 систем? Никто понять не может. Следующее, что говорят вот эти товарищи. Мы имеем сейчас ракету и не одну, а гиперзвуковую, которая в пять раз быстрее звука летит, и она может раздолбать Израиль, весь там вообще все, что только можно. И никакая израильская оборона, железные куполы и все остальное ничего не сделают с нею дальше. И вдруг, значит, еще одни комментаторы говорят, вы знаете, у нас целую кучу есть баллистических ракет, которые мы наделали. И мало того, судя по всему, из России мы теперь будем получать баллистические ракеты. И по последнему сообщению вот этих комментаторов в Иран якобы прибыл военно-транспортный самолет с каким-то оснащением, с какими-то ракетами. Большая делегация генералов и инженеров, которые будут исправлять поврежденные системы С-300. И вообще тут развивается военное сотрудничество плодотворное, и Израилю напротив Исламской Республики совершенно не потянуть. Вот там столько говорится, много чего. И что вот интересно, на фоне всего этого вдруг пошли в американскую печать утечки. Значит, последняя утечка, по-моему, Нью-Йорк Таймс, она все-таки была. Объявили, что, судя по всему, верховный лидер, духовный лидер отдал приказ подготовить схему нового удара по Израилю. Вот, значит, туда что-то такое выпустить. Значит, я думаю, откуда это вот все могло взяться? Давал он такой указ, не давал. Я послушал его первое публичное выступление после израильского налета. Он выждал пару дней, наконец, значит, решился там на встрече с семьями погибших. И он сказал там две вещи. Вещь номер один такая, ну, не вещь, а тезис номер один. Это давайте, ребят, не преувеличивать значение вот этого удара и не преуменьшать значение этого удара. Ну, ладно, и так, и так можно трактовать. А второе, что он сказал, я никаких указаний не давал. Решение о том, отвечать, не отвечать, каким образом отвечать, будут принимать люди, которые специалисты. Они знают, как это делать. Вот им это и поручится. Пусть они там что-то такое придумают. Это не я буду вот решение там такое принимать. Вот был такой еще второй тезис. Возможно, какой-то источник, которым пользовались Нью-Йорк Таймс, он воспользовался вот этими словами Каменаи и сказал, вот видите, дано указание разработать план. Ну, нету такого, не было такого указания разработать. Мало того, вот судя по выступлениям, даже по выступлениям, которые не должны были просочиться куда-то в широкую печать, в большой эфир, видно, что в Иране страшно боятся обострения обстановки. Потому что это может вызвать, ну, тяжелые экономические последствия. И затем публика, которая и так недовольна религиозным руководством, в общем, есть такое недовольство широкое, оно начнет обвинять руководство в том, что, смотрите, вот мы во всем виноваты. Я послушал еще одно замечательное выступление президента Масуда Пизышкияна. Вот когда он, это перед тем, как он вручил проект бюджета в парламенте, вот положил на стол вот эти папки этого бюджета, он выступил с криками. Вот он орал на депутатов, и крики закричались, вот половина криков, она была такая, как вы не понимаете, в экономической ситуации катастрофическое, у нас дисбалансы. Вот слово дисбалансы, он повторял и повторял, дисбаланс в энергоснабжении, у нас могут быть веерные отключения. Дисбаланс у нас в газоснабжении, мы никак не можем, в общем-то, всех удовлетворить так, как надо. Дисбаланс снабжении нефтепродуктами, то есть топливом. Вот он кричал про эти дисбалансы, и, в общем-то, прямо указывал на то, что страна в таком положении, что обострение ситуации может привести к тяжелейшим последствиям. В Иране этого очень боятся. И, по-моему, сейчас вот в Иране, несмотря на очень такую серьезную риторику воинственную, она идет вот от руководителей корпуса стражей исламской революции. Я там тоже вот эти крики послушал на митингах, ой-ой-ой, как они там кричат, Израиль слабый, мы сильные, мы там все, мы сделаем все, что только можно. Очень такие, а уж комментаторы из оппозиции, что делают с этими всеми выступлениями, это одно удовольствие послушать. Потому что там логики-то нет никакой, там вот только вот эта риторика. И, судя по всему, вот у меня складывается такое впечатление, что в Иране страшно боятся, что кто-то спровоцирует Израиль на новый удар. Потому что, не дай бог, где-нибудь та же Хизбалла там что-то учинит радикальное, если она еще способна на это. Или какие-то герои там из стражей исламской революции запустят какую-нибудь ракету по танкеру в Персидском заливе или там вообще по Израилу еще. Какую-нибудь глупость там совершат. Очень этого боятся и не хотят. И когда мы слышим, вот не слышим, мы видим публикации в той же американской печати, что якобы принято решение нанести удар по Израилю до голосования на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Вот до пятого числа. И уже считают дни, считают часы, когда вот это все должно произойти. А я никак не могу понять, а как это все связано-то? Ну, причем здесь вот голосование, есть много поводов думать, что это не имеет абсолютно никакой связи с тем, что делается в Иране. Ну, когда американский избиратель идет голосовать, он руководствуется какими-то приоритетами. Вот что ему интересно, за что он там голосует. И когда мы смотрим, ну, те же самые претенденты на Белый дом, они тоже исходят из тех самых национальных интересов Соединенных Штатов, которые интересны избирателям. Первое – это экономика, налоги, миграция. И вот много-много вот этих… Можно перечислять это все довольно долго. А как же с внешней политикой-то? И когда мы смотрим на внешнюю политику, ну, пусть это будет Ближний Восток. Пусть это будет Израиль с Ираном. Пусть это будет Россия с Украиной. Это где-то там 16-е, 17-е, если не 85-е место. Вот избирателю это совершенно до лампочки. Он заинтересован в том, что в Америке, вот с его карманом делается, с его социально-экономическим положением. Вот за что он идет голосовать. Или против чего он идет голосовать. Он не идет голосовать за то, что там где-то что-то случилось, и кто-то по кому-то удар какой-то ракетный нанес. Он даже вообще не подозревает, зачем это все нужно. Ну да, раньше было такое подозрение. Вот обострится обстановка, будет дефицит нефти, поскольку ей некуда будет идти, невозможно выйти из Персидского залива. И тогда повысятся цены на бензоколонках. И вот тут-то вот нынешняя администрация Байдена, она будет страдать. И она проиграет выборы только потому, что будет вот такое недовольство ее действиями. Тоже притянуто за уши, на мой взгляд. Но сейчас что, когда несколько дней осталось до окончания голосования. И этот здесь, вот этот фактор тут, он ничего не сыграет. Ни при чем здесь. И поэтому связывать вообще выборы с тем, что якобы в Израиле, в Иране собираются нанести новый удар. Ну, глупость это. Второе, еще начали теперь просчитывать, план нарисовали, вот сколько тут военных экспертов, что якобы иранцы будут наносить удар с территории Ирака. А это как? Это зачем вообще? К чему это все? Это опять такая же вот в точности фантастика. Ну, ладно. Во-первых, все хорошо отслеживается, естественно. И спутниковыми данными, и бог знает, чем еще там отслеживается. И потом это невозможно скрыть. Я только сегодня слушал там одного иранца, который говорит, «Ты знаешь, вот я заметил, военные грузовики тут у нас по трем шоссе неподалеку идут, идут, такого раньше не было». Мы, говорят, сначала думали, что это вот они готовятся к удару, и вот эти грузовики какие-то ракеты куда-нибудь возят, еще чего-то. А потом, говорят, немножко там покумекали, с кем-то посоветовались, посмотрели. Нет, вот эти все большие перемещения грузовиков и всего прочего, это пытаются укрыться от возможного удара Израиля. Не потому, что сами хотят удар нанести, а просто попрятаться куда-то. Очень много паники. То начали распространять слухи о том, что взрыв в южной части Тегерана, там, где гробница Аяталы-Хамейни находится. А там неподалеку действительно стоит позиция вот этого самого С-300, по которой был нанесен удар. Ну, очень недалеко, но я думаю, километра полтора, может быть, будет. Между ними, между вот этими точками. Вот гробница, туда никого сейчас не пускают, она взорвана. Потом начали расходиться слухи, что аж дом, где жил сам верховный лидер, нынешний верховный лидер, тоже там какой-то взрыв. Нет, там не было ничего, никаких взрывов. То есть ситуация напоминает панику и ужасную боязнь за то, что вот кто-то может спровоцировать обострение. Вот на чем сходится. Я не ожидаю, что иранцы, вот если все... То есть это будет явным обострением вовлечения в войну с Россией, заключение такого договора, тогда уже... То есть нанести по Ирану удар проще, чем по Пхеньяну. Вот я о чем. Потому что у Пхеньяна есть ядерная пушка, у Ирана нет, ну и так далее, и так далее. Нет, нет, тут есть еще другое соображение. Есть еще другое соображение в пользу того, что мы не должны ждать появления иранских войск на Украинском фронте. Дело все в том, что вот есть идеологическая основа командирования вот этого корпуса стражей исламской эволюции в Ирак, Сирию, в поддержку Хезбаллы, но сейчас через хуситов еще в Йемене и так далее. Идеологическая основа первая – это распространение шиизма. Вы посмотрите, в странах, где большинство суннитов, туда они не суются, это вообще. Это религиозное движение. Идеология – это распространение. Вторая часть идеологии, основы, на которой существует Исламская республика, которая заложена Айатолой Хамини еще, вот как основы существования ее, сама идея – это истребление всех евреев по ликвидации государства Израиля. Что им делать на российско-украинском фронте? Желинские евреи истреблять? Да, но где-то можно с натяжкой сказать, вы посмотрите, как голосует Украина в той же Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Ведь против Израиля очень часто голосует. И вообще такую позицию занимает. Не дружественную, я бы так сказал, как та же Норвегия, например. Да, то есть для того, чтобы туда идти, распространять шиитский ислам или истреблять евреев, недостаточно того, что там идет война, развязанная Путиным, чтобы туда вмешиваться. Иранцы в этом плане и корпус стражи, и даже армия в меньшей степени, они очень идеологизированы. Просто так умирать не пойдут, как Северокая. Нет, нет, нет. На этом все было завязано. Потому что когда основывали вот эту исламскую, я свидетель был того, как она появлялась, там была такая возможность очень отдаленная. Связывали такие пути либо с какими-то буржуазными либералами, либо просто с коммунистическими элементами, и против них там велась жуткая такая кампания. А возможность такая, что давайте теперь, вот мы диктатуру свергли, вот теперь больше нету таких тюрем, пыточных камер, там вот Шах больше нас не угнетает. Давайте мы вот шахскую отрицательную отсюда отвергнем, а дальше будем развивать нормальное сотрудничество с другими странами, впишемся в мировую экономику, будем демократичными. Ну как, Южная Корея пошла по этому пути, а Северная Корея пошла по пути идеологизации. Нет. Вот товарищ Камени сказал, нет, наша главная задача – это вот идеология вот эта наша. И он все это нарисовал, распространение ислама, как он сказал на самом деле, шиитского ислама. И второе – это вот самый главный враг. Это давайте вот целью поставим уничтожить государство Израиль. Все, больше там ничего нету. И поэтому все силы были брошены именно на это, вот на идеологию, а не на демократию, там, участие населения в управлении страной и так далее. Хм-хм-хм-хм-хм. Субтитры сделал DimaTorzok